На этой планете? Евгенианцы тупые? Под вид тупых? Семхай! С вами Юджин и сегодня мы с вами будем снова играть в спор. Спор, вы представляете? Играем в неё. И у нас с вами вся планета Евгенианец захвачена, представьте себе, Евгенианцами. Это даже не в том смысле, что они живут на планете Евгенианецы, поэтому они Евгенианцы. Нет, они Евгенианцы, а потом они еще узнали, что их планета так же называется. Это было поразительное открытие, они вообще не знали, как с этим быть. Друзья, приготовьтесь к настоящему эпику, который ждет вас и меня в ближайшую пару недель. Сегодня стартует первый всероссийский Принглз-турнир среди игроков Xbox. К участию допускаются все, у кого есть учетная запись Microsoft, привязанная к Xbox. Просто зарегистрируйся на сайте levelpringles.ru, привяжи свою учетную запись и выбери город, за который ты будешь сражаться и зарабатывать очки Gamescore. Играй за честь своего города нон-стоп. Чем больше игры, тем больше очков. Докажи, что ты самый мощный геймер, а твой город достоин звания геймерской столицы России. Турнир продлится до 28 ноября 2020 года и пройдет в персональных командных зачетах по следующим номинациям. Самый мощно играющий геймер города. Самый мощно играющий геймер России. Самая мощно играющая команда России. И самый мощно играющий геймер недели. Главными призами станут новые консоли Xbox Series X и Xbox Series X. А также подписка Xbox Game Pass Ultimate. За такое стоит побороться. С поддержкой этого турнира я буду участвовать в стриме, где схлестнусь в напряженной схватке с блогером Hardplay. И стрим этот будет проведен 5 ноября на моем канале. Следи за дальнейшими анонсами в последующих видео и в моих соцсетях. А также переходи на levelpringles.ru по ссылке в описании за более подробной информацией. Играй мощно вместе с Принглз. Так, мы смотрим на солнечную систему нашу. Прибыть на планету Пи... А, на пират. Я хочу на Абику. Пошел ты. Пошла ты игра. Пошел ты туториал. Исследуйте поверхность планеты пират звездной системы Ристис. А, мне нельзя. Она не хочет. Окей, гоу на пират. Хорошо. Стоп, погодите. Вот. Вот так, да? А, ну ладно. Все, это просто призумели. Я пропустил туториал, вы же понимаете. Что-то странное на радаре. Ну, что же это? Что? Звездолет, возможно, превышающий технологичность нашего звездолета. Сигнал поступает с потерпевшего украшения космического корабля. Отправились на место падения и воспользуйтесь сканером, чтобы исследовать эту местность. На этой планете есть жизнь? Вся жизнь сама себя истребила. Вот ты где. Воспользуйтесь сканером. Сейчас воспользуемся. Вот он сканер. Окей. Выбранный инструмент. Выбранный инструмент отображается на пиктограмме корабля. Чтобы отменить выбор, нажмите Escape. Все верно. Я хочу его задействовать. Ага. А, вот. Сканируем. А там кто? Чего за тварь? Убить ее, если она вылезет. Она что-то написала. Она передала знания о том, как сделать костер. Инопланетяне. Но никаких признаков жизни. Похоже, перед смертью они составили какую-то карту. Стойте. В результате крышения произошел запуск притягивающего луча. Что-то попало к нам на борт. Тут сюжет просто пипец. Как дрыгать ножками. Эффективно. Очень эффективно. Позволяет просто бежать. Все летают по космосу. А только я хожу по космосу. Не думайте. Это звучит пафосно. Слышите? Управляемые ракеты и межзвездный двигатель. В двигатель встроена система определения кардинада. Повреждения получены в результате военного столкновения. Возможно, этот корабль был послан с другой планеты. Для оказания помощи своему союзнику. Покинуть звездную систему. Это я могу. Мне по-любому надо было на пират. Хорошо. Звездная система? Да пошла ты. Все, я покидал. Что это за точка? Координаты, сохранившиеся в блоке памяти корабля, соответствуют соседней планете. Возможно, эта планета является родиной этих существ. И им все еще нужна помощь. А нам все еще нужно им пытаться помочь? Вот она, вселенная. Вон там центр вселенной, я понял. Центр галактики, точнее, наших. Хорошо. Давай. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Так, а какая планета? Пацион. Пацаны с Пациона, я к вам пришел. Что-то странное на радаре. Оу. Подчерк евгенианцев, кажется. Слишком поздно. Эти руины все, что осталось от колонии инопланетян. Сканирование местности, возможно, поможет нам понять, что здесь произошло. Ну, какой-то евгенианец явно вспылил. Мы знаем, как это бывает. Мы на своей планете это напылили очень жестко. А это что? Да что вы такие все смешные? А, ну вот, мы сохраняем данные о них. Они очень синхронно ходят. Вот они сто пудов хорошо выступают перед другими племенами и завоевывают их уважение. А эти ребята как? Чпокс. Чпоксы. Что за хоботок у него смешной? А помните, как ранее евгенианцев пугала эта странная штука, летающая в небе? Ну, я уверен, что моя штука пугает их гораздо больше. Вы только посмотрите, как она выглядит. Это же обосраться можно. Вот этот город. Величавый город был. Так, ну давайте. Сканируем. Сканирование не дало результатов. Хотя, кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни. Радар фиксирует какую-то активность. Блин, знаете, я тоже могу замутить такой сканер, который будет такой луч пускать. А я буду просто говорить. Ну, он, короче, отсканировал. Вот просто полисти любую чушь. Кидывайтесь баблом. Изобретем сканер, который будет какой-то луч пускать. И можно будет что угодно. Любой результат сканирования давать. Сканирование запустила система обороны этой колонии. Эти роботы не выглядят дружелюбно. Постойте-ка. Нам пришло сообщение. Требага вторжения Гроксов. Уничтожить захватчиков. Гроксы. Задействован код собозащиты Грокс 999. Захватчики будут уничтожены. Мы не Гроксы. Внимание, все корабли Гроксов, вторгшиеся на нашу территорию, будут уничтожены. Последний раз повторяю. Мы не Гроксы. Мы евгенианцы. О, мать твою. Стоп. Погоди. Что это? Это же наша штука. Я же говорил, евгенианцы здесь замешаны явно. Нам нужно атаковать. Всю энергию направить на уничтожение. Они угнали наши кораблики. Ну-ка. Ваш друг пошел кормить чаек. Понятно? Вы, может быть, и захватили три корабля евгенианцев. Но вы не управляете ими, как евгенианцы. Все. Задание выполнено. Пора вернуться на родную планету. А надо было их убивать? По-моему, эта штука давно уже висела. Может быть, их не надо было убивать? Ну, блин, евгенианцы сначала делают, потом думают. Пора вернуться на родную планету. Есть, мы вернулись. Ви. Ребятам, что расскажу? Они не поверят, обосрутся просто. Надо доложить о находках. Кому доложить? Вот так, может быть? А. Все, мы, короче, поболтали с ним. У нас задание. Надо на планету Далия лететь. Ага, окей. Наш путь вот туда лежит. Это по-любому. Ну, давайте, гоу. И дальше, я так понимаю, игра превращается в бесконечную попытку забоевать все звезды. Планеты, движущиеся по зеленым орбитам, леча всего поддаются терраформированию и колонизации. Евгенианец ищет только легкий путь. Колония. Прямо возле пряности. Вот здесь. На. Встал город. Поднялся из ниоткуда. Понятно. Что это технологии? Кто это изобрел? Город просто добавь воды. Вот из такой штучки появился мегаполис. Поздравляем, вы создали империю. И что теперь? О, опять все строит, да? Ну ладно. А, ну вот она уже стоит. Халупа. Погодите, нам нужно вот это сделать. Слишком низкий терраиндекс. Что это, блин, значит? Погодите, ну она как-то еще светится странно. Возможно, это микроатмосфера. Что это такое? Ой, я в плохом месте поставил, да? Здесь зато недвижимость будет очень дешевая. Так что оно того стоило. Возвращайтесь домой с победой. И все? А, это так вот? Мы их бросаем на произвол судьбы? Не благодарите, ребят. Интересно, а людей на земле так же создали? Так, давай, Евгенианец планеты. Где моя? Вот она. Что там опять? Отличная работа, капитан. Ты выходишь из кадра. Ты выходишь из кадра. Выходишь из кадра. Оставайся в кадре, понимаешь? А то это, ну, мы портим весь футаж. Наш император просит меня найти разумную жизнь и пообщаться. Это я умею. Помните, как мы хорошо общались с разумной жизнью на нашей планете? Что ж, у нас задание. Установить контакт. О, смотри, какая планета большая. О, вот отсюда все прям такое, прям масштабы чувствуются. Ладно, давайте попробуем пошарить по разным звездным системам. Смотрите, какая красивая планета. Как будто, знаете, смятая жвачка. Сканер зафиксировал что-то странное на этой планете. Летите туда и разберитесь, в чем дело. Радар зафиксировал объект поиска на этой планете. Что это? Во вселенной можно найти огромное количество редких объектов. Ой-ой-ой-ой, опасно. Ой, блинушки. Так, давай, сканер. Кораблю требуется ремонт. Сволочь, сейчас убьют же. Нет, сначала должен забрать штуку эту, забрать. А что не забирает? А, нет, нас убили. Звездуля получил звездюлей. Предыдущий корабль показал свою ненадежность. Поэтому мы сделали еще один. Точно такой же. Вдруг сработает. А, да, мы продолжаем просто. Окей, хорошо. Надо найти новую жизнь. Филизалия, может быть, сюда. Есть, смотрите. Элон. А что это? А что это он нам показывает? Давайте гравилучи возьмем. Сейчас. Вот этот камень всосали. Найден артефакт. Схребок для обуви. Гениальное изобретение. Это, которого евгенианцы не додумались. Ладно, где у нас тут терраформинг? А я не могу ничего сделать. Мне тут вообще нифига нету. Это значит, что мне надо просто забить болт и лететь дальше, да? Опа. Целых две планеты. Погодите, они все не заняты. Но здесь можно, видимо, что-то просто найти, да? Стоп. Что? На этой планете не обнаружено никаких объектов? Что-то здесь не так. Засада! Пираты заманили вас в ловушку. Посылаю радиосигналы. Приготовьтесь к обороне. You wanna fight? Let's fight. Да вы что, ребят? Я на этом собаку съел. Подохни, что-то меня там заело. Дай прочистите ствол, пожалуйста. О! У него хиллер есть в тусовке. Я чувствую себя, как будто я Люк Скайуокер. Хотя нет, я скорее звезда смерти, бетч. Теперь твоя очередь. Да. Что это? Что это? Стой! Куда я это вышвырнул? А что это такое? Бобосы! Я запиратил пиратов. Что? Как это, блин, возможно? Сканер. Евгенианец! На этой планете? Евгенианцы тупые? Под вид тупых? Как так? Ребят, почему так орете? Глупи. Это потому, что вы дружите с Глупи, да? Поддались их влиянию, тебе сами стали глупи. Мне надо взять одного Евгенианца на обследование. Все, я забрал его. Не волнуйтесь, я верну его в целости и сохранности. Вы, наверное, еще не научились распознавать сарказм, да? У меня шок. Я просто представил, а что, если вдруг возьмут люди однажды так приземляться на другую планету, а там будут еще одни люди? Окей, торговля. Мы можем торговаться с нашими. Типа, смотрите, какие товары притащил. Вот мы можем базовую грузоподъемность купить. Теперь раздеть желтая порода. Продать. Смотрите, как он радуется. Потом. Скребок для обуви, все. Таких дивных вещей вы еще не видели. Скребок для обуви. О! Итак, свиток порядка икс. Будешь шаманом у нас всех. Это же Никитос. По-любому. Так, и красная пряность продать. Все, до свидания. До свидания, да. Здрасте, товарищи. Тандыр замутили. Они пытаются конкурировать с нами, что ли? Я не понимаю. Знаете, что я думаю? Вот тебе, чтобы боялись меня и собирали пряность для меня. Понятно? Собирайте пряность для меня, бич. Я просто негодяй и тварина. Простите меня. Ох, сколько крика. Евгенианцы так не ссали, я помню. Мы держали себя в руках. А что если высадить Евгенианца здесь? Если уронить похищенное существо с большого состояния... Оно... Ой. Дайте. Аккуратненько. Вот. Живи здесь. Тебе понравится. Иди, он радуется. Он не привык, что... Стоп, вот. Кто такой здесь летает? Похож на стрекозу космическую. Все сходится. Инопланетная раса существует. Мы не одни. Похоже, они прислали посланника с приветствием. Возможно, нам стоит с ними поговорить. Откройте панель общения. А, вот это. Мы берегупер. Думающие существа. Думаем, скоро твой вид будет сокрушен нашей военной мощью. Думаете, значит, да? Применим дипломатические навыки. Я евгенианец. У меня мирное намерение. Смотрите, я с великой и могучей планеты Евгенианец. Отзовите свой истребитель, а не то я разнесу на куски его. Надо сначала продемонстрировать свою силу. А не то, что... Ой, я френдли, френдли. Я с великой и могучей планеты Евгенианец. Возможно, однажды твое величие будет проверено. Я не такая малявка, как вам представляется. Но давайте продолжим. В чем же вкратце состоит дело? А, засали, засали. Все, я правильно вас сделал. Во-первых, они могут нас отремонтировать, кстати, за бабос. И подзарядить. За дохрена денег. Ладно, знаете, у нас есть задания. Какие задания есть? Хорошо, а что ты пытаешься нам угодить? Я истосковался по чувству солнечного ветра за спиной. Есть какие-нибудь задания? На планете Назелоницы обнаружили разумный существо. Надо узнать, представляют ли они потенциальную угрозу. Поможешь? Надо взять оттуда одно существо? Окей. Давайте о философии сначала узнаем. Философия силы, наш выбор. Все остальные философии слабы. Мы тоже пошли по пути силы. Только это не было выбором. Мы случайно. Восхитительная философия. До свидания, до свидания, до свидания. Прекрасно. Итак, она моробоя, она моробоя. А где я, блин, найду эту? Вон она. Итак, планета Назелоницы, да? А, ребят, я уже к вам прилетал. Но сейчас это срочно, друзья. Нам надо отношения с одними. Ой, я двоих взял. Ну ладно, двоих и самку, и самца. Чтобы наверняка. У вас их еще вон сколько племен, так что. Я не думаю, что они представляют какую-то угрозу. Возвращаемся с гостиницами, так. Илькиня, задание выполнено на редкость оперативно. Мы это оценили. Постараемся как можно скорее заняться развитием нового вида. Развитием? Они хотят его развить? А ты прими нашу награду 20 тысяч спорлингов. Итак, ладно, вернуться на свою планету. Что ж, наш вождь нас благодарит, хвалит. Все, я в деле, да. Короче, наш вождь предлагает нам торговать пряностью с другими цивилизациями. При том, что они могут свои цены назначать. Цена будет варьироваться, нифига себе. Звучит прекрасно, я за. Я вообще безотказный, не умею говорить нет. О, погодите, у нас тут вот есть существа. Давайте их высадим. Вот. Он же у нас цивилизованный, разберется, что делать. Он разобрался, что делать. Ну что, ребята, давайте поторгуем, что ли, а? Итак, 225. Ну давайте продадим. Пусть будет так, что это будет мой первый клиент. Я только учусь, понимаете? Я плюнул им в пряность, если что. Я вернулся домой, давай, вождь. Отличная работа. Итак, у нас теперь есть выбор. Мы хотим исследовать вселенную, хотим расширить границы нашей империи, или хотим познакомиться с другими обитателями. Расширить границы. В общем, мы можем расширять, либо колонизируя планеты, либо устанавливая торговые пути, либо отбирать силы и планеты. Опа, что это? Вы нарушили границы нашей территории. Скажите спасибо, что мы еще не объявили войну вашей расе. Опа, что за утка? Утконосый Асьмилап. Я не люблю, когда мне угрожает. Вот, серьезно. Я вернулся на свою планету. Хочу посмотреть, как тот инопланетянин маленький поживает, который разумный. Где он? Я его здесь высадил. По-моему, он не выжил. У него был костер, рядом цивилизация. Можно было просто за покупками в город гонять периодически. А может, он уже в городе живет? Может быть, он понаехал? Точно. Ну тогда все с ним в порядке. Что ж, я думаю, на этом мы с вами, друзья, закончим играть в спор и продолжим в следующий раз. Я не знаю, насколько меня хватит, потому что я представляю, что эта игра, скорее всего, вот теперь вот будет именно вот таким просто бесконечным летанием по космосу и деланием одного и того же. Но очень хочется увидеть концовку этой игры. Я знаю, что там можно прилететь в центр галактики, в центр вселенной, узнать, кто бог, кто лох и так далее. Может быть, я не знаю, посмотрю туториалы, спидраны и так далее, чтобы сделать это тоже быстро. Ну, чтобы чисто просто завершить, поставить точку. Но я точно не буду делать 15 тысяч выпусков, чтобы каждую звезду осмотреть. Ну что ж, на сегодня все. С вами был Юджин. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. И все ссылки, интересующие вас, будут в описании под видео. Ну а теперь по традиции, даем друг другу звездную пять. Вы готовы? Раз, два, три и пять.